МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа «Навина региона» у студии Алена Милюшчанкова. Витаю вас сегодня у выпуску. Ликвидовать несанкционированные свалки, прибрать восемьскую листоту, коммунальные службы рыхтуют до зимы парки и дворы областного центра. Вывести замеже Беларуси не удалось. Могилевские мытники затермали больше за 38 кубометров леса материалов. Прыучить моленство до прыхожой стеродной мовы. Могилевский областный театр «Лялик» протягуя проект «Скарбонка белорусских казок». Коммунальные службы рыхтуют до зимы парки и дворы областного центра. Пробирают сметки и опавшие листья. По час месячника по наведению парадку так само стоит задача выявить и ликвидовать несанкционированные свалки. Як идут работы, далее у сюжете. Каб прибрать двор у этой микрозоне, потребна два дни, кажуть коммунальники. С допомогой ЖХРУ, с ближайших домов, праца ладзится худшей. Погода великолепная, поработать само то, помочь родному ЖХРУ. Как видите, листвы очень много, но стараемся. С каким настроением работает? С хорошим. Всё хорошо, получается. Стараемся, чтобы было чисто, аккуратно. За бригадой дворников и мясовых ЖХРУ машина одразу сбирает тюки с листьем. Семь утра уже на территории. Сразу обходим бумаги, потом листва. Кожный день на уборку могилевских дворов выходит омаль 500 дворников. Выявляют яны и несанкционированные свалки. Всё лето таки ликвидовали у приватных секторах Могилёва. В посёлках Горки, Брады, Гребянёва, Холмы, а так само по улице 30 год перемоги. Месячник по наведению парадку протягнется до 11 листопада. Андрей Шуляк, Александр Артемьев, Новины региона. 6-годовая девчонка потерпела у вынеку дорожно-транспортного сдарения у Бабруйску. По информации управления Следующего комитета, водитель Фольксвагена на перекраживании не соступил дорогу Тойоте. У вынеку машины сутыкнулись, и девчонка, которая находилась у японской иншамарцы, отрымала травмы. Я ее шпитализовали. Следующий комитет завел криминальную справу по факту порушения правил дорожного руха, якое выкликало прачинение тяжкого целесного пошкоджения по неостерожности. Следующие звертаются до граждан, которые стали светками аварии. Потелефоновать по номерам, которые вы видите на экранах. Две фуры пиломатериалы конфисковали могилевские мытники. Товар спробовали незаконно перевести по размяжу Беларуси. При проведении специальных мероприемств у Мстиславовского района супрацовники отдела по борьбе с контрабандой и администрационными правопорушениями испынили для проверки два грузовики. У автомобилях оказались больше за 38 кубометров леса пиломатериалов. Специалисты высветили, что товар перемешался без отповедных документов. Пиломатериалы агульным коштом Амаль – 2500 беларуских рублё конфискованы. Зараз они размещены на складе часового заховывания. Далейший лёс конфискованного груза вырышит суд. По факте здарения складены администрационный протокол. А повершение насильства и эвакуация людей – юдная профилактика. 18-19-го встречника в Беларуси пройдут республиканские командно-штабные вучения. По слову специалистов, они дадут махчимость вызначить ступень подрихтованности органов кирования и воротовальников у попережений и ликвидований надзвышенной ситуации. А докладные радиационные авары. Плануется, что во всех городах и районах подчас вучения будут створены адповедные комиссии. У Могилёвской области центром практичного проведения вучения станет Хотимский район. В рамках учения на территории Могилёвской области в каждом районе будут созданы ситуационные штабы, будут созданы комиссии по чрезвычайным ситуациям. А на территории Хотимского района, которая попадает в 100-километровую зону от Смоленской АЭС, будут проведены практические мероприятия, связанные с оповещением населения, выдачей средств индивидуальной защиты органов дыхания, также йодной профилактики, помывкой условно загрязнённого населения, обработкой транспортных средств, защитой сельскохозяйственных животных. Тый день застается до Международного музычного фестиваля «Золотый шлягер». Популярными оказались все концерты. Нагадаем, 22-го косрышника, первая программа. Свою творчество представят солист Московского академичного музычного театра и солистка. Королевского оперного театра под керавництвом Оркестра народных инструментов имя Иванова. Официйное открытие призначено на 24-е косрышника, основной пляцовкой стане Палац культуры в области. Наприконцы гэтага тыдня почнется монтаж сцены гукавых установок, специальной подлоги и декораций. Як говорить организаторы, одно из основных пожаданий у райдерах гостей – якраз сучасная аппаратура. Нагадаем, золотый шлягер у першыню был организованный у листопаде 1995 года. Ё новой шоу у Международную федерацию фестивальных организаций, якая объединяет больше за 150 мостатских форумов. Организация клубной системы на вёсках деятельностью станок культуры у агрогородках. Такий опыт белорусских коллег оказался цікавым для представников станок культуры России и Азербайджана. Днями яны наведали Могилёвский областный методичный центр и гутер или про то, як захопить молодь народной творчостью и заховать переемность поколению для гармоничных развития громадства. Республиканский совет по пытаниях клубной деятельности народной творчости лазить таки осустрешу уже некольки год. Наприклад, российские коллеги отзначают, что это дозволило им принять цікавые формы работы белорусских установ культуры на вёсках. Более 10 лет назад, когда я впервые приехала в Белоруссию, в Могилёв, я тогда узнала о вашей программе по развитию агрогородков. И это была совершенная инновация для нас. И у нас в России постепенно эта практика ширится. И у нас появляются свои проекты, программы по поддержке сельской культуры, по поддержке клубной сферы на селе, по развитию инфраструктуры в таких сёлах, малых городах. Это было в своё время подсмотрено в Белоруссии. Со своими азербайджанскими коллегами Могилёвский областный медаточный центр народной творчести працует теперь над выданием суместной книги. Это книга о народном творчестве. Именно со стороны Азербайджана и со стороны Могилёвского края. Поэтому это новый проект, и он сейчас в стадии работы именно уже на азербайджанской стране. Надеемся, что скоро этот проект выйдет в свет, и мы будем презентовать его как в Азербайджане республике, так и на Азербайджане. Выникам таких существ представников установки культур трех держав повинен стать огульным методичным допоможником для формирования приоритета в деятельности домов культуры. Более предметно, если вы хотите о нашем сотрудничестве, то основным направлением является методическая помощь непосредственно домам культуры. Ведь проблемы, которые переживают эти структуры, как в Азербайджане, в России, так и непосредственно в Беларуси, они идентичны. У нас приблизительно одни и те же проблемы. Актуализация домов культуры, привлечение молодого поколения в дома культуры. На думку удельников со встречи, это выдание допоможет захованию культурной спадшины наших народов. Наталья Юдакимова, Александр Артемьев, Новины региона. Проект «Скарбонка беларуских казок» Могилевского областного театра «Лялик» займел протяг. У селетнем сезоне режиссер Игорь Казаков ставит три беларуско-молные казки. Усие творы сучасных аутеров и вядома на актуальные темы, зразумелые она вот самым маленьким. Герои нового спектаклю «Прыгоды Кабаси и Бакаси» по твору Ягора Конева по коль готовые на полову. Однако уже выглядают симпатично. Это будет первый спектакль у трыбтиху беларуско-молных казок. Легче воспринимать это все именно когда наше общение строится посредством художественного языка. То есть как бы и форма воздействует и музыка, и характеры персонажей, и то, как они этот текст произносят, то, как они говорят. Мова в образов больше зразумелая детям, тому персонажи колоритные. Крыху обыяковы до життя заяц, хитрая лиса, горезливая ворона, усе, як у житти. Какая ваша ворона? Хитрая, на все готовая, любит обманывать. Ну, как ворона питается на помойках, живет на кладбище. Дорослые проблемы поднимаются и на указках, и у наших так само. Кому доверять, на что можно различовать, на что нельзя различовать ни в коем разе. Для многих малых спектакль будет первой встречой с родной мовой, навык с правдной пригодой. Низдарма у постановцы шмат пригожих слов, яке мы мало уживаем у звычайном житти. Проект имел на увазе створить минавито репертуар спектаклей народной мове, как дети с моленства отчували яе пригожусь. Первый спектакль из репертуара белорусскомолных казах глядачы могут побачить уже напроконцы костричника. У театра или Алекс подяются, что проект с карбонка белорусских казах придется до сподобы и малым, и их батькам. Кристина Каранкевич, Виталь Алексеенко, Александр Артемьев, Новины региона. Две с половиной тысячи жихаров в Могилевской области мают инвалидность по зроку. Некто не бачит однороджение, иншие сгубили зрок. Для таких людей распроцовывают специальные прилады. Из их допомоги можно робить бытовые справы, читать, крастаться телефоном и компьютером. Однако зрок яны не заменяют. Не так давно белорусские распроцовщики створили онлайн-сервис для смартфонов «Штурман». В потребный момент он может быть в отшаме для инвалида по зроку. Рома Дворцов едет до Сябра. Треба сесть у правильный троллейбус и проехать некольки припинков. Нам нужно, чтобы вы мне подсказали номер троллейбуса. Хорошо, ждем. У смартфоне Романа установлена электронная программа «Штурман». Рома – это пилот, а штурман – волонтер, який, раз уключенную камеру смартфона, становится в отшима пилота. Я попрошу вас, чтобы я увидела, какой это троллейбус, потому что очень плохое качество. Два, двойка, двойка. Он находится уже чуть-чуть правее, если он вам подходит, я помогу вам. Да-да-да, спасибо. Проект «Штурман» – это альчинная распроцовка. Я ее презентовали у крысовику. Зараз у системе 800 крыстальников. Волонтеры и те, кто не бачит. 50 на 50. Вот эта система наша, она позволяет людям, которые готовы помогать, делать это в удобное для них время. Когда нужна оперативная помощь, незрячим именно оперативным, прямо сейчас нужно. Вот они как бы звонят, ну и получают, собственно, помощь того, кто прямо вот сейчас в данное время готов ответить. Волонтер может допомогать инвалиду по зроку с иншого города и навод краины. Подчас эксперименту с Ромой нашими в отшима была Анастасия Сгродна. Большость голосов штурмана узнаемые пилотам. На жаль же, хором Могилевщины сяродьих пакуль не чули. Во всяком случае от своих знакомых я никогда не слыхала и ни разу не попала на могилевчанина. Хотелось бы призвать наших сограждан, чтобы они подключались к этой программе в качестве волонтеров-штурманов и в свободную минуту оказывали помощь людям незрячим. Зарегистроваться можно самостоинно на сайте сервиса штурман.by, а потом установить додаток на свой смартфон. Интернет-трафик для штурмана бесплатно предоставляет усе мобильные операторы. Додаток працует на платформе Android. Празнеколький день чекают релиз для системы iOS. Про белорусскую распроцовку доведались за мяжой. Онлайн-сервис тестируют у России, Казахстана и Эстонии. На днях штурман выйдет на грузинское мове. Научать детей правилам дорожного руху. Такую задачу ставят перед собой и супрацовники Держаутоинспекции и выховальники. И деля этого ладят совместные тематичные викторины, сустречы и святы. На одном из таких у Дитячем садку номер 68 города Могилёва побывали наши корреспонденты. Держаутоинспекторы на ранечнику у Дитячем садку гости чеканы. Супрацовничают давно. Разом учат детей правилам дорожного руху. И батьки заусюды готовы подтримать любую инициативу. Гэтым разом зладили презентацию страу на тему дорожной безпеки. Тут вам и перники в выгляде дорожных знаков, и пирожны в выгляде светлофора. Когда заинтересованы все, и педагоги, и родители, и сотрудники госавтоинспекции, конечно же, в общем тандеме можно только достичь положительных результатов. И самое главное, сформировать у детей осознанное отношение к своей безопасности на улицах и дорогах. Усе присмаки и стравы батьки готовали разом с детьми. А значит, и правила дорожного руха улучшили. У нас ежегодно количество ДТП с участием детей сокращается. Вот, подобные мероприятия имеют свой положительный эффект. Ну и самое главное, что при проведении таких мероприятий дети в игровой, такой веселой, интересной форме, так сказать, изучают и вспоминают правила дорожного движения. Что случилось? Ой, помогите! Помогите! Здесь авария, смотрите! Кто виновен? Кто водитель? Чем ранее дети выучат правила дорожного руха, тем лепей, уповнены специалисты. Сколько сегодня родителей много, как они постарались. И когда они стараются, конечно же, они даже эти блюда, как сегодня, делают вместе с детьми. И, конечно же, виден результат. И самый головный выник таких мероприемств, кажутся инспекторы, снижение колькости ДТЗ с уделом детей. Наталья Ильинч, Александр Артемьев, Новина Региона. Могилёв Шарговый раз принимает квалификационный раунд чемпионата Европы по футболе. Говорка, где про юнацкий турнир. Его финал пройдет у Англии, а по коль 52 команды проводят первый отборочный цикл. Сборные со Словении, Казахстана, Франции и Беларуси сострадутся помеж собой у гульных на стадионе «Спартак». Две лепшие команды нашего квартету пройдут у наступный элитный раунд. Выники третьей команды будут справновывать с подобными у инших группах. Первые гульни у Могилёвя отбудутся 19-го Кастрышника. У поудень сострадутся команды Беларуси и Словении. У 6-го один вечера Казахстан с гуля с Францией. Дарэчэ, переможцами минулого чемпионата Европы. Самые интересные новины про жизнь у Могилёвщины на нашем сайте. А я нагадым с вами разведываюся. Доброго вам настрою. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова